Привет, друзья! Знаете, в скейтбордическом катании есть такая примета Если твой бренд начинается на букву Е То рано или поздно тебя купит концерн SolTech Сегодняшний обзор Это обзор топ-3 кроссовок от брендов Америка, Эс и Этнис Поэтому не переключайте ваши YouTube, Routube, ВК-каналы Ну, честно вам скажу, что Уже, наверное, надоел про это рассказывать Я не особо силен в скейте Поэтому не буду рассказывать про эти модели С точки зрения, насколько круто в них катать Не хочу вам врать, друзья Но решил вместе с нашей командой отобрать модели Которые нам реально понравились внешне Потому что они прикольные, потому что они интересные Потому что в них есть какие-то там отсылки О которых обязательно хотим вам рассказать Начнем с бренда Этнис Ну, что здесь интересно? Здесь Хорошо Это классические то, что я называю скейт-тапки С одной стороны, вроде здесь ничего особо выдающегося нету Но с другой, есть маленький, не побоюсь этого слова, нюанс Эти кроссовки, они сделаны совместно с Мишлен То есть здесь подошва у нас от бренда Мишлен практически не скользящая Плюс еще эти кроссовки Вот видите, здесь такая замечательная надпись Что Buy a shoe plant a tree То есть с каждой купленной парой кроссовок Часть денег будет отправляться на то, чтобы посадить дерево Деревья это очень хорошо Как сказал папа Карло после того, как он написал донос на Буратино Его закрыли Ну, дерево я уже посадил Осталось построить дом и родить сына Вот такие вот замечательные простые скейт-тапочки от компании Etnis Модель у нас называется Marana Замечательный цвет модели Здесь указан black, 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 triple black Полностью черная модель Весь черный, а желтый Как говорит у нас группа Timeout Ну, это не так Так, ну, следующая модель у нас будет от бренда S Чем она мне понравилась Моделька у нас называется Сила Сила в честь известного скейтбордиста Насколько я понимаю, это ретро-модель Это у молодого человека была такая именная модель В принципе, все то, за что мы любим и ненавидим Скейтбордический обувь конца 90-х, начала 2000-х годов Оно вот здесь у нас представлено Модель большая Модель такая вот, то, что иногда еще я люблю называть Словом, утюжки Сразу видно, что когда ее делали То дизайнеры обращали внимание на другие популярные в то время модели А именно на суперпопулярную беговую модель Nike Air Max 95 То есть, если посмотреть на вот эти элементы, которые здесь есть Даже на расцветку, в которой эта модель у нас представлена То легкая такая вот отсылочка к 95 Air Max Она прослеживается Понятное дело, что отсылка в основном только в каких-то элементах и в расцветке Но сам по себе стиль, кроссовка, как он выглядит Все это очень сильно отличается Но я говорю, что я как человек, выросший еще в 90-х Из оставших всю вот эту скейт-обувь Вспоминаю, насколько вот такие модели были популярны Насколько в них ребята любили кататься И вот еще вот этот маленький петелька сзади Которая помогает даже не только для того, чтобы надевать эти кроссовки А чтобы твои широкие штаны, в которых всегда все скейтеры ходили Не волочились по земле А вот здесь вот обрезались вот этой петелькой Она тоже присутствует Ну плюс еще такие стандартные, наверное, для того времени Толстенькие шнурки Не широкие, а вот такие вот именно толстенькие, как канаты Коробка красивая, красная с белым С, в принципе, никаких дополнительных фишек или фенечек тут у нас нет Но, в принципе, хорошо, приятно, что такие модели пересдаются Кто-то, может быть, на ностальгической волне их купит А кому-то действительно он не застал эти времена Но ему кажется прикольным в такие кеды вырядиться И последний, третий кеды Америка Честно скажем, когда мы сегодня подготавливали сегодняшний топ Америка у нас боролась между двумя моделями И про вторую мы, наверное, тоже расскажем в следующем обзоре Потому что они тоже достаточно интересные Но сейчас про вот эти кеды, которые понравились действительно очень многим Кеды очень необычные В принципе, вы понимаете, вы, наверное, помните Ну и видите сами на полках Что в основном, конечно, либо пересдаются такие модели 2000-х годов Либо сейчас у нас идет возврат к таким очень лаконичным Очень простым моделям Просто чтобы в них было удобно кататься И у них есть там хорошая амортизация Какая-то они не особо рвутся И когда появляются скейтбордические кеды Которые выбиваются из этих двух направлений То это уже хорошо К такому вот выбиванию можно отнести и модель бренда Америка Которая у нас называется Pillar Столб в переводе С английского языка Кстати, читали такое произведение Или смотрели сериал Pillars of the Earth Столбы земли Очень интересное, кстати, произведение Про то, как в Англии строили древние соборы Я помню, в детстве читал Оно ему безумно понравилось Ну, вот такой вот столб у нас есть здесь Что здесь мне понравилось? Что с одной стороны Если смотреть на нижнюю часть этих кроссовок Да, мы видим прям такая классическая Вот это вот та самая лаконичная вариация Skate Cat Но если смотреть повыше И если смотреть расцветку этих кроссовок То сразу становится ясно Что человек очень и очень любил Или любит фильм назад в будущее И такую модель кроссовок, как Air Maggie Кроссовки, которые были у героя Мэйкла Джей Фокса Марти Макфлая Когда он был в будущем во второй части Они были действительно таких вот серых расцветов Немножко с этим С таким мятным цветом И здесь мы видим это и вот в этом релизе Забавно, что здесь тоже есть какие-то моменты Ну, немножко, на мой взгляд, отсылка к футуризму в этих кроссовках Это вот такие вот резиновые элементы снизу С одной стороны, да, это очень хорошо для катания То есть это какая-то дополнительная защита Чтобы у тебя не так быстро кеды стирались А с другой стороны, правда, они начинают выглядеть немножко так, как из будущего Сзади у нас вот такой вот тоже момент есть Что есть защита голеностопа определенная Но это и не супер высокие, и не супер низкие кеды И очень интересная раскраска Плюс мне вот нравится вот этот момент, что Америка Они свой логотип вот так вот выделяют Приятные кеды Посмотрим, кстати, на этой На подошве что-нибудь Ой, на этой На стельке у нас что-нибудь есть Ну, стелька тоже такая, кстати, для скейтборда Достаточно неплохие, на мой взгляд, уже амортизации Что касается каких-то фишек, дополнений Может, нас ждет летающий хуверборд, скейтборд Нет, летающего хуверборда нас здесь не ждет Но ничего В принципе, вот такая вот тройка моделей Как я уже сказал, что не оцениваем их с точки зрения, насколько в них кататься Но с точки зрения приятных, глазу, эстетически интересных моделей С какими-то интересными отсылками, с какими-то интересными историями Вот такой вот тройничок от компании Soltech у нас получился Пишите в комментариях, какие у вас в жизни были лучшие тройнички Нам будет очень интересно это почитать Может быть, где-то позавидовать, а где-то посмеяться С вами был Дмитрий Егоров Прямиком из магазина Squat на станции метро Даганская в Москве Заходите на сайт Squat, заходите в наши магазины Если увидите здесь нас, приглашайте нас в Subway и угощайте едой До новых встреч, пока!